Вчера рыба вот в этой заводе у нас плескалась, на хвостах стояла, но сегодня вообще тишина. Еще сейчас нагонит туч, с дождем обещаю, вообще весело будет. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Какая у нас осталась третий? 38, 28, 28. Хороший. Нормально? Я думаю, нормально. 38, нормальный. 38 точно хороший. 18 по центру чаши тоже более-менее. 29 там. А тут где-то ловил последний? Да, да, да. Значит вы туда езжайте. Самара? Вариал Самара. Вариал Самара. Карп Тревел 2. Зона С. Карп Тревел. Зона Б. И Волга Тим, соответственно, тащим. Что же там, интересно, осталось? Зона А. Итак, уважаемые спортсмены, 36 пар присутствуют у нас с вами здесь. От лица Федерации рыболовного спорта Орловской области мы вас приветствуем на Рязанской земле. Аплодисменты. У нас с вами будет проходить чемпионат Орловской области по рыболовному спорту в дисциплине ловля карпа 23-26 сентября 2021 года. Всем доброе утро. Рад всех видеть. Извините, если мне не успел поздороваться. Хочу пожелать вам в этих соревнованиях удачно всем добраться до секторов, чтобы каждая команда дошла до финиша здоровым, никто не заболел. Чтобы все поймали рыбу, получили масса удовольствия и наслаждения, так как уже закрытие сезона. И каждый, как говорится, боролся за победу. Всех рада приветствовать. Чемпионат Орловской области по рыболовному спорту в дисциплине ловля карпа 23-26 сентября 2021 года объявляю открытым. Сейчас в сборочке еще поедем, а я думаю, и нам проблемы будут подняться. Не, а я думаю, сейчас мы поставим сразу, чтобы не было проблем подниматься. Цепи. Ну, пох***ли насиловать машину. Ну да. Тем более, если куплены. Да, тебе тоже нормально шмотай. Ты включил тут что-нибудь? Все. Не, еще не все, еще можно одно включить. А, ну он на паркетнике, блин, поехал первый, конечно. Так, давай-ка мы вот здесь вот их обуем по-сухому. Ну да, потому что там очередь уже выстроилась. Я думаю, надо было сразу одеть, да? Угу. Ну, долго ты ждал им применения. Я их недавно только купил. Ну что, вот такая у нас хрень есть. Тяжелые дни, да? Пипец какие. Ну давай. Блин, хрена ваша трубка сейчас грязнется. Ну, перчатки сразу оден, да? А мне не будет. Стоп. Ну, цепляйся, давай. Да. В общем, вызвали трактор, УАЗик. Не знаю, насколько это спасет ситуацию. Трактор может быть еще, конечно, по очереди всех протащат. Дело в том, что даже мы не можем проехать сейчас попробовать. Хорошо, что мы перегрузили с моего отлендера. Ну, там, правда, было-то всего раскладушка-спальник там с теплообменником. И теперь на одном с Серегином. Я надеюсь, сейчас попробуем туда проскочить. Да. Турнир обещает быть веселым. Ну, что, попробуем. Обкатаем цепи. Тарик, это наше. Ну, тут, конечно, месио нормальное. Ты все включил? Теперь да. А кто-то спускается на ниве? Тут кто-то еще пытается спуститься. Может, он помогал удергивать кого-то? Главное, что-то нормальное. Не, слушай, она вообще с цепями просто едет, как будто мы по асфальту, да? Ну, не по асфальту, но так, чуть-чуть подкидываем. Ну, чуть-чуть заносит. Не, наш воблер сзади, интересно, колеса у него вообще крутятся? Не пошел бы. Давай, 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 давай. Нормально. Заехал, да? Ну, что нам, сюда поедем? Я думаю, давай, что. Ну, и так лазим сюда, затащим что-нибудь. Давай. Пока все едут, можно вот здесь вот на дикаре половить. Мышки любят половить. Да, это, конечно, штука, блянь. Прикольно. У нас даже прицеп почти чистый, блянь. Да, и времени у нас сейчас поставится будет, о-о-о-о-го. У нас, кстати, у нас что, помост маленький? Нет, шесть на шей. Да. Однозначно, вот здесь палатка, здесь все нормально. Да. О, уже, глянь, цены стоят уже. А, вот он про что говорил. Вот, заводь, рыба отсюда. Чик, на ближничке. Ну, все. Пришлось выбирать в этот раз нам не пришлось. Да. Что досталось? Судьба решила все за нас. 12 очередь. 12 разрегитрировано, 12 очередь. И последним было 3 и 12. Да, кстати, у нас был шалл. Могло было 12, 12, 12. Могли попасть 12. Ну, троечка вроде получше, чем 12 комбинация. Ладно. Теперь можно не спеша поставиться. Времени у нас, я думаю, до вечера. О, здесь асфальт. Гладкая. Раз, два, два, четыре, четыре, пять, пять. Давай, девять. Где наш свал? 56. Мелкий забор. Девять. Девять. Чуть-чуть еще. 85, 2,5. Большой 2,7. Ну, 48,5. 2,7. Угу. Ну, в целом, я тут скажу, достаточно глубоко. Три, четыре, четыре. Пять. Два и семь. Угу. Чуть-тридцать девять. Гладко. Поднимать? Ну, давай, чуть-чуть еще можно. Раз, два, три, четыре, пять. Чуть-чуть еще. Ага. Давай, 8. Давай, 7, 2,8. 3, 5. Ну, что, ребята, старт дан уже как давно, кстати. Всегда, конечно, стартовые вот эти минуты, часы, они суматохи проходят. Часы, которые превращаются в минуты. Да, часы, которые превращаются в минуты. Нужно все сделать, заклипсоваться, выбрать точки, поставить отметки, сделать дубли, на все это, все это приходится. Достаточно ограниченное время. Слава богу, что все-таки быстренько организаторы решили вопрос с тракторами, там, и УАЗик помог, кто хоть как-то пытался сам ехать, и все-таки в два часа мы стартанули, а до шести у нас кормление. В общем, по месту, наверное, уже завтра расскажу, нарисую вам схематично. Единственное, что хотел отметить, вот, Серега, наблюдаем достаточно много выходов, около вот этого заводе, вот там 30-й сектор, которого нет, и от него метров 10-20 гуляет рыба, и очень много здесь в камышах. сейчас у нас вечерний закорм, достаточно у нас такая мелкая фракция, сливка, фрукты, все, как доктор прописал. Серега кормит ближнюю дистанцию, но она у нас получилась такая средненькая, не знаю, сам ближняк будем, наверное, ночью уже как-то с плавопакетом и смотреть, потому что рыба плещется реально здесь вот прям вот, не знаю, вопрос пойдет ли она в эту сторону, тут непонятно. вот так у нас здесь все расположено на помостике, да, кстати, ребята забыли мы, серега заправлялся и забыл дома редуктор, огромнейшее спасибо, дали клич, в группе откликнулся Рома, огромное тебе спасибо, мы не замерзнем, без редуктора никак шланг не подсоединить, а я специально взял спальник, не особо теплый, чтобы, во-первых, будем дежурить, а с теплообменником дежурить очень комфортно, в тепле сидишь спокойно, не укутавшись в три бушлата, а постоянно в работе и в комфортной обстановке, вот так что, Ром, огромный тебе респект. Жене тоже спасибо, что он тоже помог нам. Женя нам сейчас еще его передать, подожди, еще не верит. Он уже второй же, он тоже сдаёт, а, ну да, главный судья нам тоже предложил свою помощь, так что карповое сообщество дружное, не дали смерзнуть, вот. Вот, кстати, достаточно сегодня тепло, если брать по меркам осеннюю погоду, которая была недавно, то сейчас у нас, можно сказать, ну, кайфово, да? Ну, просто сыро, а так тепло, на самом деле. Ну, ты еще, да, шубу одел, но в бейсболке, классно-классно смотришь. Какая она шуба, посмотри, толщина, все. Ну, зато тепло, я знаю, что такое шамановские куртки. Вот, да, и просили вы спасностям мне рассказать. Давайте завтра прям оттадо я пройдусь, расскажем, чем пользуемся, вот реально, за весь сезон несколько вопросов. О, это уже, кстати, ближе. Несколько сезонов, ой, несколько турниров, постоянно задаете вопросы, завтра на них отвечу. Мы готовимся к ночи, надеюсь, что что-то нам удастся поймать. Рядом с нами призовой сектор 28-й, ребята вроде бы забросились. Ну, сейчас штиль. Хорошо. Сутки, да, ровно между поклевками был. Все, товарищ, поздно буркаться. Хороший, вот это первая рыбка, наши ребята, очки. Восемь минут на примере перезаброса, минуты три после перезаброса, да, быстро, хорошо еще с кормом. Самое волнительное, это первая рыбка, да, которая дает шанс, как обычно, только начали готовить, сразу же поплевка. И я, я надеюсь, это вкусно. Можешь, как обычно, боковые, вкусно-то, 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 вкусно-то. И я, я, я не знаю. Можешь, как говорил, как и к ним? 8, 79, 200 все одинаковые расцветки Санитарный выход 77 на 0 4 килограмма 430 грамм 8 килограмм 110 грамм 7 килограмм 920 грамм 7 килограмм 700 грамм 29 центр 4 раз 2 санитарный выход Да, ну вот, в принципе, ответ 13-ый 1 1 Причем рыба четверка 15-ая одна Мы между ними 4 Из них 3 кабана Ну, как кабана 8 кабанчик Но все с одного стада были Да, даже расцветка Только утренний был Чешуйчатый То есть с того стада ушел, а утренний пришел какой-то Интересная фишка, что Поклевки все очень частые после перезаброса Угу Угу У меня есть час, как начальник говорит Это Ты забросил четвертую палку Тебе через, словно там, 45 минут Можно уже начинать перезабраться Не, ну, зато ночь пройдет весело тогда А, она говорит по-быстрому А? Быстро и часто перезабраться Час надо сделать, да До час уменьшить Здесь такая фига Ну, сход и застег Ну, он растворяется, ты видел 30 секунд он полностью Ну, да Ну, мы не знаем температуру воды там, на дне Я дома наливал из-под крана прямо Шкука со мной холодная ледяну Минута была Ну, видишь, две рыбы без него Последний мы тащили 110 Угу Ультрини Это шкорма Блистика Не, вот там же я перезабросил все Нет, три часа все перезабросил А в корм? Ну, в корм не будем Со стихом? Ну, шкор блистика должны были Ну, он у меня все со стихом Штатый сектор Одна рыба Четыре килограмма Двести восемьдесят грамм Шестнадцатый сектор Одна рыба Ну, и все Та сторона прикурила Да и эта тоже ж Сейчас хвост такой, что там Сережа Нет, хвост понятно По нам Двигаются нам дальше По нам, да Я думаю, нет С этим ветром Из нашей фракции 110 Шлейф уйдет до 140 Потому что порывы приличные Сейчас они начнут все тянуться сюда А им ветер До встречи Ну, да Ну, что за каша Минутка какая-то Шлак-то Ну, что это будет, да? Серьезно было Ну, ладно, пока нормально Ждем протокола Обещал вам небольшую экскурсию по сектору рассказать Давайте посмотрим Мой Маурик не совсем, конечно, ветроустойчивый И уже немножко потрепался Поэтому мы В этот раз взяли шатер Нэшевский Ну, достаточно комфортно И в последнее время все-таки мы приходим к выводу Тому, что шатер квадратный покомфортнее, да? Больше места внутри и меньше места снаружи занимает Да, очень вот он плотненько стоит по помосту Потому что квадратный Погодка обещает прохладную Поэтому мы с теплообменником У нас тут пока небольшой хаос Но в целом достаточно комфортно Две раскладушки По бокам еще места Огромное количество Все нормы Вот, кстати, наша стоит артиллерия По поводу снастей Ну, у нас Серега, грубо говоря, по комплекту У него еще старые Ну, да, давайте сразу ее обозначу Я думаю, что это практически все Спортекс За исключением одной палки Это маркера Конечно, многое мы делаем обзоры и тестируем Но на соревнованиях Большую часть, конечно, у нас из Спортекс Значит, на ближничке Это старые Z Серега какого они года? Да не знаю Я что только начинал Ну, лет сколько им примерно? Семь, наверное Лет семь Вот По споду У нас здесь На ближнике Competition И два катапульта Обычно, ну, ставим еще ДНА Но так как у нас здесь Сейчас кормления мало Стоят медики Мы используем катапульты Шимана Ультегра Либо Dive Emblem Spot У Сереги Emblem Pro Ну, здесь не принципиально Вот В следующем сезоне, кстати Хочу попробовать Кольцо поставить Сороковое И поменять катушку На более легкую Посмотреть, что из этого получится Вот у нас запасные удилища стоят И по поводу рабочих Значит, это у нас Чикаго Сейчас заброшено Сто где-то 80 метров Это туриста XTF Distance С которой я выступал на кастинге Обалденная палка Для дальних забросов Она всегда с нами Ее собрат Purista XTF Это получается Что-то среднее Между Z-кой И Distance Ей вполне комфортно Работать На дистанциях До 100 Где-то 30 метров Со стиком То есть это Ветер Рабочие нормальные условия И Вываживать В тех случаях Когда нам нужно Аккуратное вываживание Там какая-то такая Дурная Рыба Которая под помостом Начинает Вытворять Кульбиты разные Мы стараемся Использовать Как можно Мягче Удилище Если это ближняк То как правило Это всегда у нас Z-ка Потому что Достаточно мягкая То есть ей мы грубо говоря Закрываем диапазон Вот там 15-20 До 100 XTF Ну там грубо говоря От 60 до 130 И все Что дальше Это уже у нас Дистанция Но в данном случае У нас точка Дания 145 Меточка у нас Стоит чуть дальше Сейчас Днем ловим За кормом А это у нас Индеец Гулящий Под Противоположным Берегом На моих Удилищах В спорте Практически Всегда Мы используем Басю Это Сёрфовая модель Которую Переделывал Под Быстрый Фрикцион А вот Это вот Вторая Пара Которая Мне Недавно Пришла Вторую Мы кстати Еще не оборудовали Пришли мне Две таких С Диджитаки Здесь Прикол в том Что Шпуля Новая Она Меньше Ну Лесоемкость У нее Меньше Чем У обычных Поэтому Бэкинга Сюда Придется Наматывать Мы попробовали Намотать 0,26 лески 250 метров Ну Немножко Не доходит Вот Для 0,3 варианта Будет Больше Вот Как уже сказал В отличие от предыдущей модели Сёрфой Это тоже Дайва Бася Сёрф Внутренний Японский рынок Конечно Для себя Они делают Просто сказка Вес ее 475 грамм Передатка 4,1 к 1 Вматывает 88 сантиметров В этом сезоне Дайва выпустила Ну В начале этого сезона На европейский рынок Похожую модель Только Это стоит В Японии Порядка Там 35 Плюс 3000 За таможню Но Идет Одна шпуля В комплекте А в России Такая катушка Продается в районе Она называется Торнамент Это там Точное название Не помню Но будет Три шпули И то в комплекте И стоит Порядка 70 косарей Ну Все равно Конечно Шпули можно Отдельно заказать На диджитаке И получится Гораздо Дешевле Ну Сказка Две Модели Таких Всего Три модели Одна С быстрым фрикционом И две Для серфовой ловли Они вообще Без фрикциона Но если захотите То можно и переделать Просто Докупаете Шпулю Крышку И вот этот Вот Механизм Ну Зачем Изобретать Велосипед Если В этой Модели Они выпустили Уже Как бы Для любителей Побаловаться Фрикционом Кстати На нее намотаем Лесочку Чтоб у нас была Был еще один Все Погнали Работать Ребята Добрый вечер Сидим Не хватает нам сейчас Только Чупа-чупс Это полного Антуража Который бы Передавал обстановку В водоеме Хорошо Что у нас Есть хоть связь С нашими Сокомандниками Потому что Сидишь когда не ловишь И не понимаешь Какая ситуация вокруг Ну Вроде Восемнадцатый Сказали Что там У них тоже Все печально Тридцать восьмой Ребятки Поймали Две рыбки Это очень хорошо Потому что В протокол Утренняя рыба Их не вошла Там Ситуация была Немножко Другая Вот Интересно Кто вообще Начнет Активно Долбить Потому что Сейчас смотреть По протоколу Еще очень много Нулей И в целом Конечно Для данного водоема То количество Рыбы Поймана Но это Совсем не что Мы целый день С нулем Вообще Не пика Ну сделали Правильные вещи Даже выхода не было Вчера хоть Часто Перезабрасываться Каждый час Взвешены Насадки Вокруг Корма Короче Все Мы обстреляли Результаты Это не дало И за два часа Сколько Сейчас Удет Трех Да С какой дистанции 110 Вот И Два часика Дневного сна Конечно Дадут нам заряд Если Тут у нас Только Ночная ловля Попытались Сделали все Что смогли Днем Оставшееся Время Считаю Что провели Правиль Зато Теперь Свежий Бодренький До поздней ночи Будем Стараться Такой же темп Держать перезабросов Потому что Все наши поклевки Которые были Вчера Это После перезаброса Интервал 10 20 минут Причем Был случай Когда я На дежурство Заступал На караул Все Перезабросил Палки Сначала Одна Уехала Здесь Через пять Минут Вторая Правда Такой паровоз Начинался И все Рыба свалилась Возможно из-за стика Поэтому сейчас Часть удилища Мы избавили Ну Посмотрим Из тревожного Вчера рыба В этой заводе У нас Плескалась На хвостах Как стояла Сегодня Вообще Тишина Ну Ладно Ждем Подходов Подходов Ничего Не меняется Только Серега Закончил Сосиски Жарить И тут же Поклевочка Серега Плюжничок Зацепил Походу на хвостах Жарить На хвостах Но Возьмите Могу На хвостах да ёшка такое знаешь головой не дергать подпомог есть есть ну ладно тоже хорошо а на этот монтаж да со стика девиз сегодняшнего турнира как покушаешь так и положишь пока вроде работает да да второй раз приятного аппетита ребята уходим в ночь на бой короче рыбка на дальней получается да на глубине а почему сороковой не ловит не знаю интересно первый еще первых тоже глубоко да угу так же как в третий короче усыпаем снать сегодня не будет и от чая и от клюва и от клюва то уже похер от чая чай и от клюва и от клюва и от клюва Странное поведение Четверка-пятверка Сморшедшая Это кстати палка до корма Сморшедшая 140 гм Тебе фонарь не сильно светит? Фонарь не сильно светит, он пугается сильно Хорош Хорош Обманчиво было А где поводок? Тут еще брово Наверное брово Ты должен для себя определить, что ты можешь поменять от своей ловли Монтаж поменять это ничего не даст Насадку поменять это ничего не даст Ничего Взвешенная насадка днем Абсолютно нормальная и адекватная В этой насадке все понятно Менять в текущей ситуации место ловли Утопия Ты и так ловишь на всех дистанциях Фактически Ну да Менять можно чистоту И менять можно расстояние от корма Как бы не сказать 58 метров Где-то так Между секторами Есть ли там смысл Добавлять в корм Специи Крэй Ты должен четко понять Осенний карпфишинг Все Тебе нужно Боженьки помолиться Чтоб начал дуть другой ветер Будет северо-западом Да Ты сейчас Ищешь вариант О том что твоя прикормка Должна стать еще лучше Она и так у тебя хорошая Ну как бы Этот подход Он утопичный Сопредоточься просто на ловлю На своем месте ловлю Холодная вода Ты понимаешь Хоть специи насыть Хоть что Нету диффузии вообще ноль Ну галяк Ну да На поверхности 12,2 Там еще Вот ты залезь Ну просто чтоб ты понимал Вот ты залезь в холодную воду Ну вот в море Да И начни смотреть порно Так Не встанет лов Не встанет Никаким образом Понимаешь Вот такая будет пипирка Которая будет все глубже и глубже Ну как бы Ну как бы Я доступно объясняю Да Да Даже перцом ты ее намажешь И равно ничего не будет Ну Ну к сожалению уже Стрекормка Ну точно Ну как бы не варят Упражняться Это ну как бы печально Ну это надо признавать Ну что ребят Пришел Протокол Мы Так же держимся На третьем Командном месте Но Соперники наступает на пятки И там один балл Очень многое может решить Сегодня мы в ночь поймали Две Рыбки Планировали так же пять Но увы Получили мы Получается Три внятных Поклевки И еще один пик То есть на одну меньше Где-то видимо Упустили Сейчас сделали Вот такой вот микс Это мелко Покрушенные бойлы Зерно Орех Все в мелкую фракцию И добавили водичку То есть это почти Приформка для Зигрика Но это сделано неспроста Во-первых Если посмотрим на Обстановку На водоеме У нас сейчас ветер Дует нам хвост И у нас нет Нет Противоположного 14 сектора Это можно конечно Оценивать Как зону покоя И Можем Подтянуть Оттуда Рыбку Если таковая Там находится Ну и плюс ко всему У нас снова всплески Вот здесь Вообще Вот он Вот он Слушай Это разрешенное нам Да? 10 метров У нас помост 6 метров У нас есть центр Который мы можем бросать 10 метров То есть я теоретически могу Забросами за голову Положить оснастку Вдоль берега Но не дали Не более чем 10 метров Я думаю это очень хорошая идея Вот Покормим сейчас За помост Нельзя класть Еще За помост Нельзя класть Ну так на будущее Да Тут некуда Так нельзя Вот поэтому сейчас Чисто вот такой вот Фракции Мы кормим 3 точки Чтобы дать Какой-то пищевой Сигнал Но по факту Кормовой ценности Здесь минимум И самое важное Нам не составить Конкуренции Своей насадку Конечно С таким ветром Даже дистанцию 145 метров Кормить одно удовольствие Можно даже составить Медикам специально кормим Потому что Нам важно Чаще подавать корм Чтобы этот шлейф Постоянно шел Шел И возможно Кого-то подтянет Осталось совсем Немножко Нам надо Дотянуться до 25-го 18-го Сектора Который От нас там Ну буквально В 10-11 килограммах Если мы попадаем В личке В призы То Будет заслуженное звание Кандидата Мастера спорта Ну Мечтать не вредно Надо работать Глянь как зацепился Ну это вообще Первая рыба Дневная На этом турнире Спустя сколько 50 часов Наверное да Уже Больше Нет да Примерно 50 часов 100-100 Отличненько ребята Это сейчас тот случай Когда Каждая Рыба На вес Золото Работай Музыка 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 Ребятки, нашими общими молитвами. Я думаю тут тренажка, наверное, двенажка. Еще заявочка на BigFish завтра будет, да? Прикинуть повеса, конечно, если хочешь. Можем? Будем? Нет, давай забросимся потом. Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, сорян, что без уваживания. Ребята, за самый... Чуть-чуть его, да? Угу. Слушай, это тоже хороший. Да. Тут с вчерашнего, который станет. Этот больше. Не, я имею в виду по расцветке, такие же. Кабанчик. Деревья. Охренел. Килограмма два с половиной. Да ладно, больше. Да ладно, больше нему. Твой. Твой! 9 850 давай еще раз плови туда где был что-то там должно быть на грани циферка хорошего делаешь 1 340 330 иди еще раз думаю что будет одна нигде нам выковырить еще днем у нас сейчас как раз 105 до корма чеси посчитать 1 2 3 4 5 6 из 11 поклевок 6 в районе 100 10 метров 1 ближняк и 1 2 2 средняя дистанция и 2 чикаго вокруг сутки надо попробовать этот плодок что-то долго походу не одна от них прошли ночи день 68 теперь 17 17 они между ними была разница 2 700 59 730 ровно 68 470 68 470 на 71 710 4 4 килограмма ребята закончилось утреннее взвешивание стали сейчас считанные часы под девизом где мой валидол значит мы сдали две крупных рыбки 11 309 копейками 25 сектор сдал 4 180 4 530 и у них получилось 68 470 мы их обошли на 3 240 и вот только сейчас взвесили 17 сектор у них 5 189 250 общий вес 71 640 70 грамм у нас больше это какой-то пипец нам конечно очень нужна рыбка для укрепления позиций но я понимаю что все хотят всем нужно что будем бороться я не знаю кто вчера шуманил или во все вместе но вам всем огромное спасибо за таких ночных красавцев работой даже погода уже сама говорит что ребята пора заканчивать рыбалочку рассказать стоп игра вот это ветер еще сейчас нагонит туч с дождем обещают вообще весело будет сейчас наверно дамба там отрывается они и так днем хорошо подлавливали с таком с таким ветром я думаю там сейчас вообще у них ведь рыбку надует давай 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 чуть-чуть осталось вот 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 ну что ребяточки чудо не произошло до грамм мы не смогли на забавили боялись 70 но обошел нас 25 старались да на самом деле может быть и им огромное спасибо за ту интригу которую подарили потому что со многими с ним общались во время турнира конечно двадцать девятом секторе бороться с помимо 25 у нас еще в зоне были достаточно секторов до который но тем не менее мы все делали все что могли и наверно мне кажется это одна из такой рыбалок осознанных логично до логично и сказать большое спасибо сергей валерьевич артифина за наставничество за советы реально у нас как бы все логично получилось то что мы реально создали такую интригу и подарили сами себе и вам я думаю пацанам 25 тоже потому что после вечернего после утреннего взвешивания непонятно было ничего мы думали что финиш час будет как ты должен был по регламенту но всяком случае на кубках россии тогда ну да не смещает не смещает час организаторами слова об этом не сказали несут короче 72 часа все равно прошли от а до я и ребята мы так сидели ждали у кого есть рыба они говорят у нас есть рации и потом за 10 минут до финиша еще одна поклевка ну то есть финальный гость в крышку вбили чтоб уже было так а так конечно развязочка могла быть интересная 70 грамм это конечно такая наших парней тоже сместили они тоже да хотя не тоже 2 2 рыбы то взяли вот в конце но вроде считает не попадает всем всем надо было чуть-чуть все хотели выиграть это понятно и ну что можно поздравить тот кто смог добиться лучшего результат пойдем на построение сейчас ветерюга сильнейший поднялся надеюсь нам даст услышать вот спасибо всем болельщикам участникам за этот в стриме болел шаманил отцы тут ночью поклевки были хорошие я немножко нам совсем ну радуй знаешь обычно там сходы еще какие-то проблемы здесь было 2 прекращающихся паровозов один паровоз дров в берег все ни одной рыбы не слили все аккуратненько четко работали ну так познаешь осталось доволен но вот это обидно чуть-чуть этот конец тебе шлёпали ты ешь ну ладно все матчат так должно быть сильнейшим всегда видят поэтому поздравляем ребят спасибо всем за просмотр пока все еще впереди скоро стримы новые пройдем на награждение и так уважаемые спортсмены нам обещали трое суток дождя ливни всем или многие замывали говорили как же мы будем как же все будет сложно как же вообще мы проведем эти соревнования я считаю что они прошли идеально для этого времени года они прошли идеально дождя в принципе не было то что вот это это я считаю на самом деле не дождь все разобрались все собрались я думаю там чуть-чуть подсушить палатки ваши и все идеально начнем мы с очень интересной номинации я считаю эти люди заслужили что мы их выделили есть такая номинация воля к победе и когда я увидел вообще на чем люди сюда приехали в такую погоду добираться до секторов вот мы очень удивились и решили все-таки эту номинацию сделать воля к победе за оторванные там бампера за глушитель за пробитое колесо и за как говорится он дальше всех заехал это в 21 сектор поэтому мы и он из супруга и награждаем 21 сектор надежный карп за волю к победе молодцы молодцы третье место бронзовые призеры командном зачете а некоторые спрашивают почему командным а потому что личка ценится больше чем команда третье место с результатом суммы мест 13 с общим весом 162 килограмма 960 грамм на чемпионате орловской области по рыболовному спорту дисциплине ловля карпа занимает команда курская область 2 юнити катран 46 бк бейт пожалуйста второе место суммы мест также 11 как и с первым но с результатом общим весом двести тридцать один килограмм пятьсот шестьдесят грамм занимает команда курская область 1 кракен 46 территория карпа леон бейт аплодисменты и чемпионами в командном зачете сумма мест 11 с общим результатом двести сорок один килограмм шестьсот семьдесят грамм становится команда воронежская область 2 глупешки допинг-карплайн аплодисменты и чемпиона и всей тройки призовой тихо тихо жаль и и так самая крупная рыба весом 13 килограмм девятьсот пятьдесят грамм была поймана пятым сектором парой под названием очень интересным допинг ващенко ващенко пожалуйста третье место в парном зачете с результатом 44 килограмма 390 грамм чемпионной зоны вы у нас пара под названием карплайн ворошилов остакова пожалуйста второе место чемпионате орловской области по рыболовному спорту парный зачет занимает пара под названием бк бейтс хитайгородский рудаков и чемпионами в парном зачете с общим весом сто восемьдесят два килограмма девятьсот шестьдесят грамм становится пара под названием допинг ващенко ващенко под очень интересным названием аплодисменты чемпионат орловской области по ловле карпа объявляется закрытым аплодисменты все клопать еще нет не но мы теперь это фигуры медийные у нас тут серьезный блогер присутствует поэтому мы без этого никуда раз раз можно раз раз прием прием 1 1 2 2 работаем лов по о Step и